Денис, болельщики ждут от предстоящего субботу матча «Звезд» яркого зрелища. Какие твои ожидания, как непосредственно участник этого действия? Я, как и болельщики, надеюсь, что будет хорошее, грандиозное шоу, будет много положительных эмоций, что всем понравится, это еще больше подогреет интерес к баскетболу, всех зрителей страны, и у нас он начнет развиваться как можно сильнее. От себя хотелось бы тоже получить какие-то положительные эмоции, встретиться с ребятами в необычной соревновательной обстановке и получить какой-то заряд позитивный на дальнейшие игры. Можешь сказать, с кем из ребят нет твоих одноклубников, особенно ждешь встречи? В первую очередь это украинцы, с которыми раньше играл в сборной, там Макс Пустозвонов, Кирилл Фисенко, в принципе, все ребята, ну, те, кто будут, я всех хорошо знаю, со всеми нормально общаюсь, там тот же Макс Корниенко, давно не играл в Украине, редко пересекались с ними. Я думаю, что встретимся, пообщаемся, много новых историй каких-то есть, что рассказать, как обычно. Ты уже участвовал, причем не один раз в матчах звезд, какие-то врезались, особенно в памяти. Может, самый первый, когда ты стал самым результативным игроком среди дублей? Это было давно, да, тогда я получил приз самого ценного игрока, но, честно говоря, шоу там не получилось, мы не совсем понимали, что делать, просто играли в обычный баскетбол. Ну, мы были как дети, соответственно, такое, скажем так, наверное, это ненужное было мероприятие. А в остальных всегда была очень положительная обстановка, и чем запомнилось, наверное, когда я выиграл конкурс, разыграющий в Харькове и установил рекорд, по-моему, до сих пор его никто не побил. А так, ну, как всегда, это много эмоций, которые весело, и, опять же, рад видеть ребят, с которыми нет возможности среди года пообщаться, только в сборной, и мы можем встретиться среди сезона. Раскрой, пожалуйста, небольшой секрет. Вот в таких играх у баскетболистов, ребят, есть какие-то договоренности, как между собой взаимодействовать на площадке? Ну, как правило, непосредственно за день до игры на тренировке мы о чем-то договариваемся, каких-то специальных моментов. В принципе, во всем матче там особой защиты нет, все уделяется каким-то красивым моментам, и никто этому не препятствует. Соответственно, и легионеры, и мы это все понимаем, и первые три четверти, я надеюсь, что будем делать какие-то хорошие вещи, которые будут радовать зрителей. Карли сказал, что американцы достаточно серьезно обычно по своему менталитету подходят к таким встречам, ну, там желают как раз шоу продемонстрировать. Получается, вам, украинцам, тоже надо не уступить настрою? Да, у нас с этим сложнее, наверное. Они с детства смотрят матчи NBA, где, в принципе, все осознанно, чтобы привлечь максимальный интерес к баскетболу среди зрителей, заевоевать не только о людей, которые сбираются в баскетболе, но и обычных, которые пришли пошуметь, какие-то выплеснуть свои эмоции. Нам немножко сложнее, потому что не у всех такой же атлетизм, как у легионеров, но мы постараемся не отставать и показать что-то свое. Спасибо большое.